10 июля премьер-министр Армении Никол Пашинин поговорил по телефону с президентом Ирана Хасаном Рухани. Обсуждались вопросы двусторонней повестки, сотрудничество Иран-ЯС, региональные проблемы, а также итоги состоявшегося на днях в Тегеране заседания Арменно-Иранской комиссии по экономическому сотрудничеству. Была отмечена важность имплементации договоренностей. Эти формулировки звучат как интрига на фоне заявлений вице-премьера Армении Мгера Григоряна, который после заседания комиссии в Тегеране и встречи с Рухани заявил, что Армения и Иран приступили к переговорам о закупках газа для потребления. Упоминание о важности имплементации договоренностей на этом фоне звучит символично. А вчера Армения оказалась на грани энергетического коллапса. Крупная авария в энергосистеме привела к дефициту электроэнергии. Одной из причин аварии могли стать колебания частот в иранской системе, что Тегеран подтвердил. Системы двух стран взаимосвязаны. Говорили ли Пашинин и Рухани об аварии? Было ли это провокацией против Ирана или Армении? Особенно, на фоне старта переговоров. Ведь успешный исход этих переговоров приведет к изменениям не только в региональном раскладе. Это может стать экономическим событием с военно-политической перспективой, вплоть до иранского контекста коридора от Персидского залива до Черного моря. Примечательно, что с Рухани Пашинин поговорил после встречи в Ереване с президентом ЕС Дональдом Туском. Одним из выгодополучателей коридора Персидский залив, Черное море может стать как раз ЕС. Важное грузинское звено. 11 июля состоится визит в Грузию министра иностранных дел Армении. При этом 9 июля в Словакии состоялась встреча армянского министра и с российским коллегой Сергеем Лавровым. А Россия в этом деле – не второстепенный фактор. Наконец, беседа армянского премьера с иранским президентом происходит на фоне состоявшейся в прошлом месяце в Вашингтоне встречи министров ИД Армении и Азербайджана, где Баку предупредили о последствиях дестабилизации ситуации. При этом армянский министром нации Аканян назвал удовлетворительной свою встречу с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, который считается куратором иранской политики. После этого Армения затевает с Ираном беспрецедентные переговоры, несмотря на напряжение в ирано-американских отношениях, что, видимо, свидетельствует о действительно удовлетворительном диалоге Манадса Аканины и Болтона. Редактор субтитров А.Семкин